По данным Роспотребнадзора, в Возбестовском городском округе за 2022 год зарегистрировано 332 человека с первичным злокачественным новообразованием. Из них 17% имели множественные опухоли. Чаще заболевания регистрировались у женщин – 53%. Максимальное число заболевших в возрасте от 60 до 69 лет. Среди жителей трудоспособного возраста было 17% от всех таких случаев, что меньше на 37% показателя за 2021 год. Случаев у детей до 18 лет не зарегистрировано. В ковидный период мы в основном лечили острую патологию. Это касалось в первую очередь ковида, это касалось обострений каких-то хронических заболеваний и конечно это касалось онкологической помощи. В 2019 году мы открыли ЦОП. Если проанализировать сколько людей проходило ЦОП в доковидный период и в ковидный период, в ковидный период проходило в разы меньше. Люди боялись ходить в поликлинику, боялись проводить профилактическую работу. И после того, как ковид ушел, количество посещающих ЦОП с той или иной патологией стало гораздо больше. Плюс появились профилактические мероприятия, мы снова стали работать в нормальном режиме. И мы начали выявлять заболевания, в том числе и онкологические заболевания. В 2022 году нами выявлено порядка 10% заболевших онкологии, больше по отношению к 2021 году. Но отрадно то, что выявлять начали на первой и второй стадии. Тогда, когда мы можем помочь людям и тогда, когда они будут жить долго и счастливо. Именно ранняя диагностика дает возможность выявить и успешно вылечить пациентов с онкозаболеваниями. Это значит, что необходимо усилить роль профилактических и периодических медицинских осмотров. Если мы разобьем заболевших по структуре заболеваний, мы увидим, что первое место занимают в нашем списке далеко не органы дыхания. На сегодняшний день, по итогам 2022 года, первое место заболевает злокачественное образование молочной железы. На втором месте находится злокачественное образование кожи. На третьем месте злокачественное образование тела матки. И только на четвертом месте злокачественное образование органов дыхания. И такая статистика была и в 2021 году, и в 2022 году. На уровень онкологической заболеваемости, безусловно, влияют многие факторы. Это образ жизни, курение, продукты питания, воздух, вода, вирусные инфекции, излучение и многое другое. Начиная с 50 лет, каждому человеку не реже одного раза в год следует обследоваться у онколога. Хотелось бы предложить нашим гражданам прийти на диспансеризацию. Помимо этого, мы готовы выехать на предприятие с проведением диспансеризации. И помимо диспансеризации, очень хороший способ профилактики именно тех заболеваний, которые я перечислил, локализации, которые я перечислил, это смотровые кабинеты. Это смотровые женские кабинеты и смотровой мужской кабинет. Женщинам необходимо посещать гинеколога, проктолога и мамолога, а мужчинам делать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических заболеваний. С января месяца этого года мы активно работаем в пилотном проекте по выявлению колорактального рака. Что это значит? Это значит, что мы смотрим, исследуем биологический материал на скрытую кровь. И при превышении определенных показателей мы направляем людей на фиброколоноскопию. Основа первичной профилактики онкозаболеваний – это здоровый образ жизни, включающий физическую активность, правильное питание и отказ от вредных привычек. Кроме того, врачи и специалисты Роспотребнадзора рекомендуют воздерживаться от длительного пребывания на солнце. Также следует проводить вакцинацию против некоторых вирусов, вызывающих рак, например, против гепатита B, а также вируса папилломы человека.